Вот уже и запись включилась, то есть мы с вами уже в официальном эфире, как говорится. Давайте начинать. Нам очень приятно, что мы сегодня открываем уже такую, я бы сказал, тематическую сессию, потому что это уже сессия, посвященная не всему Китаю в целом, не взаимоотношения со всем китайским сегментом, а взаимоотношения с очень интересной территорией, с большими перспективами технологического, финансового взаимодействия, взаимодействия в том числе и в области логистики, с такой территорией, как Гонконг. Вообще это особая территория, особая зона, предполагающая решение, в том числе и вопросов, связанных с совершенно неожиданными, может быть, для нас плоскостями, начиная от вопросов дизайна, которую мы знаем, что очень многие компании дизайнерские взаимодействуют с компаниями в Гонконге, заканчивая вопросами ювелирной отрасли, отрасли биржевых вопросов. То есть, в принципе, рынок присутствия, рынок продвижения, рынок общения наших компаний на азиатском сегменте через такую площадку, как Гонконг, крайне активен. И тут, наверное, есть не просто доля работы коллег, которые сегодня представляют Гонконг и работают в Гонконг. Особо, конечно, надо отметить Леониду Соленую, но Леониду я уже не знаю, не отделяю у себя, по крайней мере, в Москве Гонконг от Леонида. Вот сколько помню, вот для меня Гонконг Леонид, Леонид Гонконг. Это вот такая связка, Джимми, ну вот, я думаю, вам это надо просто для себя понимать. Я думаю, что это не только для меня и для многих. Это вот образ такого, знаете, на обложке надо поместить Леонида, скажем так. Но если уйти от шуток в сторону, мне кажется, что тема развития отношений с Гонконгом имеет и один немаловажный фактор. Все-таки Гонконг – это во многом ворота. Ворота, которые открывают вход наших компаний на большой рынок. При этом ворота очень сильные и хорошо адаптированные к системе восприятия бизнес-процессов такого, я бы сказал, мирового масштаба. И в данном случае мы расцениваем это как территорию, которую Китай в той или иной мере специально выделяет как площадку для прямого и интересного общения. Когда возникли ряд проблем в наших отношениях с коллегами в ряде стран, многие наши компании, понимая, насколько гибок в своих решениях и универсален Гонконг, многие наши компании начали систему взаимодействия, выстраивание бизнеса, не только наши на самом деле, но и многие другие компании начали выстраивать бизнес посредством использования механизмов, которые я так и называл, механизмы, которые присутствуют, присущи Гонконгу. И это немаловажно. Именно это подвигло нас к тому, что надо уделить отдельное внимание, отдельный разговор про Гонконг, обозначить его возможности и показать еще раз, насколько эта площадка, насколько эта площадка интересна и насколько эта площадка принципиально важна. Ну, я хочу еще раз поблагодарить в том числе и коллег за то, что они на самом деле как бы выслишься этой инициативой, потому что опять-таки образ Гонконга в лице Леонида появился в кабинете со словами «А не решить ли это нам?». И мы решили, что стоит решить. Когда его поддержал образ Алены, мы поняли, что уже все, нам уже деваться некуда. И мы решили эту конференцию делать. Делать достаточно быстро, но при этом с нашей точки зрения, мы еще раз подчеркну, мы ушли от формата глобальности. Обызвать всех ради того, чтобы звучала галочка. Чтобы было много-много дяденек и тетенек, которые подключились и которые просто пришли туристами посмотреть, а что там вообще. Вот в данном случае мы шли достаточно такой таргетной рассылкой, посылая именно тем компаниям, которые с нашей точки зрения и с оценкой, и в том числе и по анализу предыдущих конференций, имеют отношение к Гонконгу. Поэтому вот я думаю, что мы сейчас потихоньку-потихоньку будем раскрывать эту тему. Возможно, мы уже пошли в ряде случаев, у нас есть конференции в отраслевых сегментах, и мы будем просить коллег из Гонконга выступать на наших отраслевых тематических площадках с обозначением уже в общих масштабах возможностей Гонконга. Ну, давайте начинать. Я не хочу много отнимать вашего времени и хочу предоставить слово Леониду Орлову, человеку, который лично для меня Гонконг сделал понятным. Я не зря эти все слова в его адрес так посылаю, такие посылы добрые, но реально для меня первое серьезное знакомство как человека, который работает не просто в палате, а в бизнесе, потому что мы с Леонидом столкнулись еще до того, как я пришел работать в палату, а это значит где-то в 96-97 году. Ну, вот уже с того момента Леонид стал для меня открывать Гонконг. Поэтому он знал, скажем так, он знал, он шел к своей цели. Поэтому, Леонид, вам слово. Спасибо, спасибо, Сурен Аганесович. Я с большим интересом и благодарностью прослушал ваше вступительное слово. И вот как раз в продолжении того, что вы говорили, роль, место, значение Гонконга, так как Гонконг уже фактически половина моей жизни, мы очень часто пользуемся таким определением, когда Гонконг представляем как гейтвей. И вот этот гейтвей мы переводим как ворота, мы переводим как плацдарм. А я в последнее время, знаете, вот о чем задумался. В русском языке у этого слова есть еще одно значение – шлюз. У нас дело в том, что терминология в основном голландская, заимствованная, а в английском-то как раз это гейтвей. Если посмотреть на Южную Англию, там как раз эти мелкие речки, где очень много этих гейтвейс. И вот Гонконг – это как раз именно тот шлюз, который позволяет выйти на правильный уровень для выхода на китайский рынок, который позволяет отбалансировать и бизнес-процессы, и свое понимание бизнеса, роли, деятельности этого проекта в регионе с дальнейшей экспозиции как на Китай, так и на прилегающий регион, как Восточной Азии, так и Юго-Восточной Азии. Ну, позвольте тогда перейти уже к непосредственному предмету нашей сегодняшней презентации. Вебинары – это презентация. Презентацию мы постарались сделать максимально практически полезной. То есть вот что такое Гонконг мы более-менее все представляем, а вот зачем он сегодня, как им сегодня пользоваться, наше видение этого и насколько мы как организация «Инвест Гонконг» в этом можем быть полезны, вот это как раз, скорее всего, и есть основной посыл моей сегодняшней презентации. Она не такая большая. И у нас сегодня действительно уникальная возможность присутствовать коллега, доктор Джимми Чанг, который более детально, непосредственно с той позиции, с той точки зрения, уже более подробно осветит все те моменты, которые я постараюсь вот так жирными штрихами набросать в своей презентации. Можно следующий слайд? В презентации я как раз хотел остановиться на четырех таких базовых моментах, то есть это роль организации «Инвест Гонконг» – что мы делаем, зачем мы делаем, для кого мы это делаем. Сегодняшнее состояние делового окружения, бизнес-среды в Гонконге, базовые принципы функционирования, то есть что мы сегодня видим происходит в Гонконге, насколько это сопоставимо с теми бизнес-процессами, с отношением бизнеса, которые мы сегодня наблюдаем на нашем рынке, в России. Ну и также основные перспективные направления, в которых будет двигаться экономика Гонконга, экономика региона, зона Большого залива, это инициатива пояса и пути. Переходя конкретно к нашей организации «Инвест Гонконг» – официальное агентство по привлечению инвестиций в Гонконг, которое существует в структуре правительства Гонконга, мы помогаем расти бизнесу, будь вы новичок или опытный инвестор, мы, да, стандартное инвестиционное агентство, которых много в регионе, но мы и в мире, но мы многим отличаемся. Мы отличаемся именно своей практической направленностью. Любой бизнес, когда планирует экспансию в новый регион, на новый рынок, обычно всегда озадачивается четырьмя ключевыми вопросами. То есть планирование этой деятельности, обустройство на месте, запуск и расширение деятельности. Вот по каждому из этих четырех этапов у нас подготовлены свои наработки, свои практические ответы. По планированию вы у нас получаете актуальную информацию, аналитику не только о состоянии рынка в вашей отрасли, в общем состоянии рынка, в общем состоянии среды, но и ответ на практические вопросы. Вы можете четко, детально запланировать стоимость выхода, узнать вплоть до таких аспектов, как требования к наемному персоналу в Гонконге, что делать, что не делать с практической точки зрения, что лицензировать, что не лицензировать и как это делать лучше. Обустройство на месте. Это опять-таки касается не только иммиграционных вопросов, в которых мы тоже оказываем содействие в меру своей компетенции, но и даже там мы озадачиваемся такими вопросами, как школа для ребенка, мы озадачиваемся такими вопросами, как может быть даже наим для члена семьи или наоборот привезти какого-то там специалиста, который необходим не только для развития бизнеса, но и для обустройства этого конкретного семейства в Гонконге. Интеграция в среду. Запуск. Что мы под этим подразумеваем? Мы подразумеваем то, что мы открываем двери для новых компаний в различные объединения предпринимателей, в профессиональные объединения в Гонконге. Мы помогаем организовать презентацию, мы помогаем организовать компанию в прессе, которая извещает, собственно, бизнес, извещает заинтересованную среду об этом событии. Например, там вы открываете, допустим, ресторан. Это мы собираем всех фудис, всех блогеров, которые пишут на тему общественного питания в Гонконге, не только средства массовой информации, там тайм-аут или прочие издания. Ну и, соответственно, это идет с определенным уклоном на ту или иную отрасль. То есть, если это финансовая отрасль, там совершенно другие инструменты, совершенно другой набор тех мер, которые мы к этому применяем. И расширение деятельности. Это, конечно, сюда входит и стандартный пакет автокей, что называется. Но это и пиар, это и маркетинговая поддержка. Мы не теряем связи обычно со своими проектами в среднем на протяжении двух лет. Я, кстати, очень рад тому, что мы подтверждаем такое, ну, есть универсальные правила. У нас до трети проектов дают новые проекты или являются, ну, какими-то превозвестниками других проектов из той же отрасли, там, из России или из сопряженных рынков. Поэтому это для нас тоже крайне важно. То есть, вот такая вот четверная матрица нашей деятельности, она постоянно присутствует в нашей работе и пронизывает вот все наше планирование. Организация сама по себе у нас устроена по секторальной структуре. Естественно, здесь прямое отражение тех основных моментов в экономике Гонконга, которые являются ключевыми, которые являются основными драйверами развития экономики Гонконга сегодня. Ключевыми отраслями в экономике Гонконга сегодня является, вот как у нас здесь, в левом углу слайда. Это определено, это финансовые услуги, это товары народного потребления, транспорт, логистика, туризм, индустрия гостеприимства, профессиональные услуги для бизнеса. Также сегодня особое место занимают IT, инновационные технологии, инновационные проекты. Для Гонконга наиболее актуальными являются, в первую очередь, финтек, так как Гонконг второй имеет крупнейшее средоточение банков финансового бизнеса, инновации и технологии. Далее расскажу немножечко более подробно об этом секторе. Ну и сам по себе сектор стартапов. Естественно, у нас в организации уделяется особое внимание перекрестным процессам. Aftercare, то есть это работа с уже завершенными проектами, я только что отметил. Стратегические исследования, ну и отдельным, естественно, блоком у нас это развитие деятельности на территории Китайской Народной Республики, то есть вне Гонконга. У нас существуют и подразделения нашей организации, которые на постоянной основе работают в Пекине, в Шанхае, в других городах Китая. И все наши клиенты, соответственно, пользуются доступом к этой инфраструктуре, в той среде, которая сегодня создана в различных частях КНР. Ну, не хвалюсь, но одним из наших таких видимых завершенных проектов за последние десятилетия нашей деятельности являются проекты в совершенно разных отраслях. Это и так называемые традиционные отрасли. Одним из первых проектов наших была компания Valenta Farm, достаточно крупный российский производитель. Насительно недавно это компания X5 Retail Group с организацией регионального представительства в Гонконге. Натура Сибири, кофе на это достаточно известные бренды с косметики. В 2014 году мы оказывали содействие по открытию структурного подразделения веб в Гонконге, веб-азии до сих пор функционирует. Одним из последних интересных проектов это компания с узкими корнями Insilic Medicine, это Big Data фармакология, Box, компания IT-интегратор, Cashoff, финтек-компания российского происхождения. Но я опять-таки хочу сказать, мы не дискриминируем. То есть будет то проект по открытию небольшого ресторана, или это финтек-проект, или это крупный парфюмерный бренд, или это крупная сеть какая-то российская, или даже, ну, как бы мы работаем по территории всего бывшего СССР, но вот здесь мы подобрали именно российские проекты. Они, как говорят, ну, мы с открытым сердцем, с радостью всегда будем браться за эти проекты, несмотря на то, что их цикл реализации может затягиваться на несколько лет. С большими проектами, кстати, так обычно и бывает. Мы проводим мероприятия, семинары на рынках в России, в различных географических точках. Это не только Москва, здесь вы видите одно из наших последних допандемийных мероприятий. Это финтек-форум, который мы проводили в Сколково, одновременно с финтек-кластером в Сколково. Он завершился, кстати, достаточно успешно. У нас представительная делегация из Сколково поехала и на финтек-неделю в Гонконг, и на последующий азиатский финансовый форум уже в январе 2020 года, который фактически стал практически последним таким событием в физическом формате до того, как разразилась пандемия. Мы и дальше, естественно, будем организовывать такие мероприятия, как только ситуация нормализуется, вернется в нормальное русло. Инвест Гонконг является проводником в два основных кластера инновационных в Гонконге. Прежде всего, это киберпорт. Киберпорт – частное государственное партнерство, которое ориентируется на IT-сектор, на ICT-сектор, на финтек-сектор. И в киберпорту основной эффект – это даже не та инфраструктура прекрасная, которая там создана и которой активно пользуется компанией, которая находится в узбеке инкубации, акселерации в киберпорту. Но это прежде всего та среда общения, та среда продвижения проекта, общения с венчурными капиталистами, с серийными предпринимателями, которые там сегодня созданы. Вторым сосредоточением, куда мы являемся проводником, является Гонконгский технологический парк, Hong Kong Science and Technology Park. Здесь более направленный такой аспект на фундаментальные исследования. Причем одним из условий нахождения в резиденции парка является аллокация 50% научной деятельности, исследовательской деятельности непосредственно на территорию, на мощности этого Science Park. Там тоже есть проекты с российскими корнями, с постсоветскими корнями. Всем, кому это интересно, пожалуйста, обращайтесь. Мы более детально расскажем о том, как войти в резиденты той или иной институции. Что сегодня происходит в Гонконге? Ну, несмотря на те политические события, которые в Гонконге происходят, о которых мы знаем, я хотел бы сделать такой краткий совсем обзор о том, что бизнес в Гонконге идет, продолжается, как обычно, никакого вывода средств с Гонконгой нет, о чем некоторые западноевропейские газеты любят спекулировать достаточно часто в последнее время. Основными видами деятельности в Гонконге были и остаются внешне оптовая и розничная торговля, в силу того, что Гонконг имеет статус свободного порта, свободной территории, финансово-банковский бизнес. Гонконг так и остается вторым в мире с цветочением банков после Нью-Йорка. Профессиональные деловые и образовательные услуги, ну и, естественно, логистика на базе гонконгского аэропорта, крупнейшего погрузооборота в мире, гонконгского грузового порта, одного из крупнейших в мире. Что является благоприятствующими факторами для функционирования и развития этой среды, это опять-таки вот такая четверная матрица, четверная модель, это низкое и простое налогообложение, в не меньшей степени географическое положение, юридический статус порта Франка, свободного порта, свободные потоки информации, которые обеспечиваются законодательством Гонконга отличным от законодательства КФР. Экосистема стартапов в Гонконге заслуживает отдельного внимания, она буквально выстрелила в последние годы, здесь развитая сеть инкубаторов и акселераторов, как частных, так и частногосударственных партнерств, так и государственных институций. В Гонконге уже сегодня наличствует полуопытных бизнес-ангелов, венчурных капиталистов, существует объединение этих предпринимателей, очень широкий спектр программ с поддержкой правительства, грантов. Позитивная сегодня среда создана для стартапов, и она спаивается, сращивается многочисленными мероприятиями, семинарами, вот той средой профессиональных объединений, ассоциаций, которые и до этого существовало в Гонконге. Мы сегодня имеем цифры 2020 года, к сожалению, мы их не смогли отразить в этой презентации, но количество стартапов в Гонконге сегодня приближается к 5000. Количество сотрудников в найме в 2020 году тоже увеличилось, то есть у нас сама по себе и экосистема, и в количественном отношении стартапов имеет позитивный тренд развития в Гонконге сегодня. Ну, естественным вопросом является спросить, а откуда берутся эти стартапы, какое происхождение фаундеров. 59% этих стартапов – это гонконгские компании, 7% – это так называемые возвращенцы. Многие граждане Гонконга имеют двойное гражданство, соответственно, проводят некоторое время в Канаде, в Австралии, в Соединенных Штатах, в Новой Зеландии. Многие из них возвращаются в Гонконг всего того, что в Гонконге более интересные деловые возможности, более доступный поток финансовых средств для развития деятельности, для масштабирования проектов. Ну и 35% – масса стартап-бизнесов в Гонконге. Это компании, которые приходят из США, КНР, Великобритании, Франции и Японии. Основными секторами, приоритетными сегодня в стартап-сегменте, является финтек, электронная коммерция, управление цепочками поставок, логистика, IT, ICT, НЕОКР-разработки, ну и профессиональные конструкционные услуги, которые, собственно, обслуживают весь этот широкий сегмент. Ну, про инновации НЕОКР хотел бы сказать, что основными ключевыми темами здесь являются искусственный интеллект, робототехника, биомедицина и здоровое старение, лонживити, так называемые, финтек и смарт-сити. Я не буду останавливаться подробно на системе привлечения фондов, могу вас уверить, она есть, она многообразная, но это уже как бы дело отдельного разговора принципиального в этой теме. Мы всегда готовы к этой беседе. Спасибо большое за внимание. Здесь есть наши установочные данные. С нами всегда можно связаться, с удовольствием будем общаться как в жилом, так и в виртуальном формате. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Я, честно говоря, не ожидал ничего для себя услышать какого-то вот гипер-супер-пупер нового, но хочу отметить несколько моментов, коллеги, наверное, все обратили внимание. Ну, во-первых, судя по всему, нам есть, чего внимательно посмотреть и изучить в Гонконге, касаемо развития современных экосистем. Сегодня эта тема достаточно активно продвигается и продвигается уже как на государственном, так и на частном уровне. И я бы сказал, что в государственно-частном партнерстве в России. И, наверное, изучение, как это строится и как это сегодня уже функционирует в Гонконге, было вопросом бы для нас тоже интересным. Спасибо за то, что вот как раз подчеркнули эту тему, Леонид. И вообще для меня вот я сходил по пунктам, которые вы обозначали как профильные направления деятельности Гонконга. Можно точно так сказать, вот Москва, вот Москва, вот Москва, вот финтех, вот инновации, вот логистика, вот стартапы. И вот все эти блоки, они вот стыкуются в одну ту цепочку, которыми сегодня занимается как и объединение бизнеса, сам бизнес, так и государственные структуры и департаменты города. То есть вот здесь элемент стыковки и функционирования просто налицо. Элемент обмена опытом, который необходим, тоже просто налицо. И поездка Сколковских коллег лишний раз, наверное, это подтверждает, что есть о чем поговорить и поработать. Нас, например, кроме той промышленной тематики, которую вы обозначили, нас, например, бы очень тоже интересовало вопросы, связанные с креативной индустрией, потому как это уже некая, знаете, в эпоху продвижения искусственного интеллекта человеку нужно чем-то заниматься. Если человек останется без дела, то он просто деградирует, и я боюсь, что мы начнем возвращаться в некую другую эволюционную цепочку, чего бы очень не хотелось бы. Поэтому нужно создание тем, продвижение новелл, как сегодня модно говорить, которые бы озадачивали человека, давали ему возможность развиваться, может быть, в другом ключе, может быть, не в ключе закручивания гаек, а может быть, в ключе создания неких программных продуктов, создания неких новых цивилизационных таких креативных моделей. Это было бы интересно. Я совершенно недавно посмотрел цифровую карту РЕК России, сделанную, между прочим, в сотрудничестве российскими и западноевропейскими коллегами. Это потрясающее зрелище, я вам скажу, коллеги, это просто-напросто захватывает. Вы смотрите, такое ощущение, что это какой-то фантастический фильм. Вот это все в разных цветах, в разных красках движения. Это просто, это творчество. Это тоже элемент того, что, наверное, можно было бы смотреть и делать. Очень интересна позиция, касаемая фиксации резидентов в технопарке, ЭЧКИ, да, СТП, да, где присоединили резидентов локализации. Вот, возможно, это тот опыт, с которым бы мы, наверное, с удовольствием пообщались бы и в том числе подвинили бы по Москве, по особо экономической нашей зоне Технополис, Москва. Если есть какая-то фактура, мы вместе могли бы эту информацию представить в профильный департамент города, потому что я считаю, что это один из показателей. То есть, если условия, которые создаются до данной территории, данной площадки, соответствуют всем требованиям и имеют перспективу развития, то и площадка должна что-то с этого получать. Да, там есть целый план коммерциализации, то есть у Киберпорта четкая есть градация по коммерциализации проектов, то есть там максимальный срок инкубации до двух лет, в среднем там 12-18 месяцев, и проект выходит, то есть он коммерческий, он либо продается, либо он привлек стратегического инвестора и вышел из стадии стартапа. По Science Park то же самое, причем там очень сильная бизнес-составляющая, начиная от открытия счета, там помощи, там привлечения фондов, консультирования по грантам, именно... Пропал, пропал. Леонид, выключились почему-то. Вот здесь, да, все. Да, вот, поэтому процесс, сам фактор, сам элемент коммерциализации, он там разработан, мы, я думаю, с удовольствием поделимся этим опытом. Ну, это очень интересная история, потому что Москва площадки развивает, в том числе развивает их как в сегменте государственных площадок, так и в сегменте частных технопарков. И вот эта модель построения, коммерциализации, выплеска, она очень важна. Что мы сегодня видим по, в принципе, по России в целом, да, мы имеем хорошие условия инкубации, и государство, и город серьезнейшим образом помогает компании присесть, стабилизироваться и начать как-то развиваться, но дальше возникает вопрос уже прыжка, как бы качественного прыжка дальше. И вот тут нужна, наверное, не только некая история любви, тут нужна некая мотивационная планка. Если у компании все комфортно, она себе живет, и у нее нет мотивации двигаться дальше, она будет продолжать жить в этих комфортных условиях. И если ей говорят, слушай, дорогой, ну вот у тебя там два-три, хорошо, не два-три, пусть пять лет, а дальше ты должен скакануть, иначе, и вот это иначе должно звучать. Иначе это возникает, с моей точки зрения, элемент такого, знаете, халявной инкубации. Я живу себе хорошо, ну и нормально, дает государство, ну и прекрасно. А вот когда государство мотивирует к развитию, это другая история. Вот я бы с удовольствием этот опыт, Леонид, поизучал бы, я думаю, что и коллегам будет интересно, и с большим удовольствием бы неким образом формализовал бы и представил его в наши департаменты как одну из модель, возможно, одного, возможно, двух, возможно, трех экспериментальных технопарков, которые можно было бы использовать в Москве. Это такая интересная история, с большим удовольствием бы посмотрел. О том, что пишет пресса, я просто измеряюсь тем, что пишет пресса и теми 35% коллег, которые присутствуют. Хорошая реклама, Леонид. Но, как говорится, собака лавит, караван идет. Да, поэтому здесь пресса всегда пишет, ей нужно писать. Причем мы наблюдаем, что пресса в ряде стран, она просто-напросто уже занимается таким фантастическим творчеством, у них это неплохо получается. Ну, пусть пишут. Главное, что результат обратный. Создается параллельная реальность. Ну, у нас мир все больше и больше уходит в некую виртуальную площадку. И, конечно, нам интересен сектор, который вы назвали, ну, кроме понятных финтех, стартех, все остальное, да, нам интересен сектор гостеприимства, туризма. Сегодня и Россия в целом, и Москва сама по себе уделяет этому особое внимание. И так как с нашей точки зрения этот сектор открывает ворота реализации очень многих других вопросов. Вы приехали, вы посмотрели, вам комфортно, вы можете здесь делать бизнес тоже. Вы приехали, отдохнули, вы отследили логистику, вы отследили, как все работает с точки зрения удобства вашего присутствия. Значит, вы можете говорить и думать о том, что здесь можно каким-то образом присесть. Тему гостеприимства и туризма я тоже бы с удовольствием пообсуждал. И я думаю, что мы вместе можем сделать очень правильные и хорошие программы. Хорошо, спасибо. Давайте двигаться дальше. Я с большим удовольствием, как Леонид уже анонсировал это, предоставлю слово Джимми Чану. Джимми, мы рады вас видеть на нашей площадке. Надеюсь, что это будет повторяться. Надеюсь, что мы сможем еще общаться не только в общем, но и в реальности, которая сегодня в Гонконге. Но надеюсь, что мы можем будем общаться уже вот тем отраслевым тематикам, которые мы проговорили. Вам слово, Джимми. Джимми. Спасибо огромное за предоставление возможностей. Дамы и господа, доброе утро, добрый день. В зависимости от того, где вы находитесь, если вы смотрите сейчас у нас из Гонконга. Спасибо за возможность участвовать. И я хотел бы поделить с вами последней информацией о текущей ситуации по среде инвестирования в Гонконге вместе с моими коллегами Леонидом, Алиной. И как стоят дела в Гонконге с точки зрения экономики в свете пандемии COVID-19, по тому, что касается инвестиций, локаций, возможностей и того, что прямо перед нами возникает, и какие вопросы могут быть у вас. Я сделаю все возможное со своей стороны, чтобы рассказать об этом сегодня. Во-первых, позвольте мне дать вам быстрый обзор о нынешней экономической ситуации в Гонконге. С тех пор, как пандемия пришла и в Гонконг в начале 2020 года, правительство Гонконга выделило около 40 миллиардов долларов США в качестве антикризисных пакетов для того, чтобы поддержать отраслевые субсидии и экономику. И с нашей стороны все это было финансировано нашими фискальными резервами. И все эти антикризисные меры позволили нашей экономике избежать чрезвычайного падения. И 6% — это рост ВВП нашего региона за прошлый год. Но мы сейчас должны констатировать, что самые худшие времена для Гонконга уже прошли, но надеемся, что мы будем видеть возвращение и рост в течение второй половины этого года. Является ли Гонконг все еще по-прежнему привлекательной территорией, особенно для иностранных компаний? Я пытаюсь видеть, смотреть на этот вопрос с трех разных ракурсов. Первое. Есть ли возможности привлечения бизнеса в Гонконге? Второе. Какие основополагающие моменты, как бизнес-локации в Гонконг, какими этими возможностями он обладает с точки зрения государственных частных возможностей? Третье. Будет ли бизнес заинтересован в перемещении, переезда в Гонконг? И давайте посмотрим на возможности сначала. Будучи частью Китая, Гонконг, по моему мнению, на самом деле переживает и представляет собой огромные экономические возможности. И является той большой частью в мировой экономике, которая показывает результаты роста. И развитие региона Большого залива, Гуандунг, Гонконг, Макао, это национальная политика. Это одна из самых важных, из ваших приоритетов развития. И именно поэтому потрясающие бизнес-возможности открываются для компаний, работающих в Гонконге и в регионе Большого залива. И зона Большого залива включает в себя Гонконг, Макао и 9 городов в провинции Гуандун. И общее население составляет 72 миллиона человек. И общий ВВП сопоставим с ВВП России и Южной Кореи. Для тех из вас, кто является поставщиками или производителями товаров общего потребления, Гонконг является тем рынком, который нельзя игнорировать. Ожидается, что ВВП зоны Большого залива составляет сейчас 1,68 триллиона долларов США и по прогнозам к 2030 году достигнет 4,6 триллиона долларов. То есть фактически это рост на 170% в течение следующих 10 лет. Иными словами, зона Большого залива станет экономикой с оборотом больше, чем Германия. И вот, собственно, 7 ключевых стратегических целей развития зоны Большого залива. Я не буду объяснять их с большой детальностью, но по одному я хотел бы просто подчеркнуть то, что зона Большого залива будет возглавлять процесс в инновациях и технологиях в Китае, будет ускорять развитие инфраструктурное объединение производственных площадок и поддерживать их устойчивость. Поэтому компании, работающие в этих областях, будут иметь потрясающие возможности в зоне Большого залива. И в Гонконге есть... Гонконг и, собственно, зона Большого залива отличаются большими международными связями для того, чтобы использовать эти каналы для наложения взаимоотношений с другими международными компаниями, каналами. Правительство Гонконга ассигновало на поддержку развития науки и техники объем в 13 миллиардов долларов за последние три года. За последние три года в различных... для различных инициатив. И мы пытаемся действительно распределить наши усилия в направлении таких областей, как финтек, смарт-сити, биомедицина, так же, как искусственный интеллект и робототехника. И зона Большого залива и Шенчжэнь будут работать еще в большем сотрудничестве в области IT. новый инновационно-технологический парк Гонконг и Шенчжэнь строится сейчас на границе между Шенчжэнем и Гонконгом и будет основным, ключевым элементом в этом процессе. также Гонконг отличает можно сказать высокоразвитость в цифровой трансформации и это показывают данные в результатах исследования в отношении цифровых технологий. поскольку пандемия ввела некоторые изменения и произошли более быстрые изменения в цифровой области во всем мире и в Гонконге возникли большие возможности в цифровой цифровизации. во время пандемии больше людей стали работать из дома, стали покупать больше в интернете, что создало больше возможностей для электронной коммерции, для цифрового маркетинга и других услуг, связанных с IT. Я вам приведу пример. Несколько лет назад Инвест Гонконг помогали предприниматели из Австралии в создании стартапа в Гонконге, который занимался и занимается цифровым маркетингом. Этот стартап вырос уже в многонациональную компанию, в транснациональную компанию и работает как в Австралии, так в Юго-Восточной Азии, в Дубае и Панаме. Компании, подобно как указанный First Page компании, задают тренд и получают поддержки государственных программ в рамках бизнес-программ, когда гонконгские компании получают субсидии от государства для обновления и применения новых технологий. Если вы являетесь частью стартап экосистемы, у нас есть ежегодное событие, которое называется Start Me Up Хонконг фестиваль, и мои коллеги с радостью поделят с вами информацию о нашем предстоящем фестивале в мае. и подобным образом, как Леонид упоминал, у нас есть еще одно очень важное событие, ключевое событие, это неделя финтека в Гонконге, которая имеет стратегическое значение для Гонконга и с точки зрения финансового финтех центра в мире. И наше событие в прошлом году было большим успехом, несмотря на то, что это было виртуальным событием. Но мы смогли привлечь больше, чем 1,2 миллиона участников всего мира в нашем событии. Если вы, например, из финансового сектора или финтеха, пожалуйста, держите ухо в острой и следите за событиями на этот год. И в дополнение к инновационным и технологическим финансовым сервисы услуги продолжают оставаться важнейшим сектором в Гонконге. За последние 12 лет Гонконг занял первое место в мире по объему привлеченных средств в рамках первичного размещения акций IPO. И международные финансовые центры отмечают, что особенно в Ниокре и в Айти Гонконг предоставляет возможности легкого доступа к финансированию через различные каналы, такие, как, например, каналы, как так называемые инвесторы Ангелы и IPO. Неудивительно, что Гонконг также является крупнейшим в Азии центром управления активами и капиталом. И согласно статистике общие активы Гонконга в управлении составляют более 3,1 триллиона долларов. Это практически в два раза превышает ВВП зоны Большого залива. Это очень важный элемент. И сейчас мы будем делать продвижение, активное продвижение, для того, чтобы большее количество представительств в Гонконге. Это является наиважнейшей приоритетной целью для правительства Гонконга, для представительства центров в контексте управления активами и капиталом со всего мира. И также мы верим в то, что второе поколение и третье поколение этих богатых обеспеченных семей, они будут вовлечены в развитие технологического и IT секторов, где мы видим большую поддержку, особенно в областях устойчивого развития экономики. охрана окружающей среды. И инвесторы не только ищут возможностей, они также оценивают то положение, географическое положение и экономическую свободу, и также институт управления Гонконга. Гонконг одно из небольшого количества мест в мире, где это все совмещается. Поэтому Гонконг является одной из самых свободных экономик в мире. Свободные потоки капитала, информации, товаров и услуг. И, естественно, это город, который отличается комфортом ведения бизнеса, легкостью ведения бизнеса. В Гонконге также мы имеем низкую простую систему налогообложения. И, допустим, это двухуровня система налога на прибыль. Если прибыль составляет меньше, чем 2 миллиона гонконгских долларов, то система налогообложения составляет меньше 8,25%. При превышении этого порога это будет 16,5%. У нас нет НДС и налога на товары и услуги, налога с продаж. Нет налога на прирост капитала и целого ряда других налогов. И правительство Гонконга на самом деле становится более агрессивным в кавычках за последние годы в предоставлении льготных режимов налогообложения для привлечения деятельности стратегических бизнесов, таких как корпоративные казначейские центры и коптивные страховщики международных компаний. Это авиализинг и корабельный лизинг, частные фонды, инвестиционные фонды, фонды прямых инвестиций. Также юридическая или законодательная система надежная система общего права отличает Гонконг и весь регион, что стало известным многим международным участникам. И к примеру, 40 судей составляет судейскую коллегу Верховного суда. которые имеют авторитет и в Канаде, и в Великобритании, и в Австралии. И также есть коллеги иностранных юристов и адвокатов, которые имеют отношение к нашей юридической системе, законодательной системе. Также Гонконг является четвертым по размеру глобальным финансовым центром. и является центром сильного первичного предложения акций IPO на рынке, развитой экосистемой, совместимой с системами крупнейшего бизнеса в мире. Гонконг – это отличное место не только для стартапов и бизнеса, но и с точки зрения условий жизни. На самом деле Гонконг – это уникальный город, где вы можете увидеть встречу и фактически точку пересечения запада и востока нашей истории. Например, если у вас будет возможность посетить Гонконг в следующий раз в течение даже пандемии, я очень рекомендую вам посетить Тайкун, который был построен в 1925 году, когда это фактически является историческим комплексом того, что происходило в период колонизации. И это музей, историческая экспозиция о том, что составляет наше историческое наследие. И этот исторический центр получил в 2015 году награду от ЮНЕСКО за сохранение культурного наследия. И это очень интересно. Гонконг также известен как яркий город, как нигде больше, не только как город бизнеса, отличающийся высотными зданиями в центре, бизнес-центре и так далее. Мы видим и культурную жизнь, бьющую ключом. Многочисленные международные события проводятся в Гонконге ежегодно. такие как арт базель Гонконг, открытие новых звезд под эгидой Мишлен, 66 звезд здесь, например, Мишлена представлены. И также очень богатая яркая ночная жизнь Гонконга отличает, скажем, современность. очень важно, что Гонконг чрезвычайно удобен в шопинге, в том, как осуществляется поездка на работу и обратно домой, это общение. Огромное количество есть сервисов, которые позволяют вам обходиться без частного транспорта, без собственной машины. и Гонконг отличает, можно сказать, самый высокий индекс проницаемости транспортного доступности. И все делается через мобильное приложение, через час-бот очень легко общаться в Гонконге. И в заключение, несмотря на все сложности, которые мы переживаем в данный момент в результате пандемии, основополагающим моментом является то, что наша экономика очень устойчива, мы сами по себе очень устойчивы, и мы сталкиваемся с очень интересными возможностями по всему миру, особенности, что касается развития зоны Большого залива. Я уверен, что как только пандемия закончится, наша экономика вернется в прежнее состояние очень быстро. И действительно, Гонконг уже переживал в прошлом серьезные кризисы, но каждый раз мы возвращались, и экономика переживала отскок назад, и этот раз тоже не будет исключением. Еще раз, Invest Hong Kong, Гонконг это то агентство, которое будет счастливо, радо содействовать вам в нахождении всех возможностей в наших городах. И Ленит уже об этом объяснил нашу политику конфиденциальности в поддержке, которую мы оказываем. И мы, если можем в чем-то помочь, пожалуйста, свяжитесь с нами, не стесняйтесь. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Джимми, за очень интересный материал и очень интересный доклад и презентацию. Но если пошутить, то мальчики в костюмчиках повеселили, мы поняли ночную жизнь, осознали глубоко. Если серьезно, то Китай в целом, да, и Гонконг сегодня как площадка, как шлюз, как высказал Леонид, они представляют с моей точки зрения тему отдельного изучения тех решений, тех моделей, которые позволяют сделать такой рывок, креативный рывок во всем. При этом я бы еще отметил тот тезис, который прозвучал, и он, судя по всему, сводится к созданию экосистемы качества жизни и качества работы и качества коммуникации. Вот слово качество всего в целом, это вот как это все объединить и сделать, это здорово. Это здорово, когда этот принцип взят за основу. Москва тоже в свое время взяла за основу изменение качества жизни и вообще изменение идеологии развития города, переводя все это от того, что это город не только, где можно вкалывать и зарабатывать, но это город, где можно еще комфортно жить, и я думаю, что все, кто в Москве бывает, и вы, когда бываете, можете для себя увидеть то среду, которая возникает уже в последнее время все больше и больше в городе. Что хотел бы отметить, наверное, что очень интересно. Во-первых, система права, которую вы так подчеркнули. Вот продвижение фактора значимости и международности системы права и его прозрачности, это очень важный фактор. Спасибо за то, что вы это отметили. Я думаю, что это тоже один из тех элементов, который требует с нашей точки зрения более глубокого изучения и представления. Другое, что меня очень заинтересовало, меня заинтересовало, когда вы сказали, что помощь произошла за счет фискальных резервов. Это имеет отношение к тому, сколько выплатили людям налогов из этой помощи и пошли деньги, то есть есть какая-то пропорция между тем, как помогали бизнесмену и как он платил налоги или это просто из этой общей накопленной массы проведена соответствующая такая целевая поддержка. Это было обеспечено из налогового государственного резерва. мы аккумулировали этот резерв в течение многих лет из налогов на прибыль компаний и также из налогов на продажи из продаж участков земель земли или сборов и пошлин с продаж ценных бумаг, к примеру. то есть с точки зрения финансовой правительство Гонконга проводило здоровую политику и было способно финансировать эти антикризисные меры из этого резерва. естественно, очевидно, что нужно очень аккуратно подходить к этому вопросу для того, чтобы поддерживать наше государственное финансирование в долгосрочной перспективе. Как вы знаете, наши налоги не очень высокие. Спасибо, спасибо, Джимми. Еще момент, который заинтересовал, это сочетание экологических и инновационных программ. Я думаю, что это одна из тех тем, возможно, мы с Леонидом позже с вами обсудим, в которой есть совершенно точно перспектива коммуникации между российскими, московскими и компаниями Гонконга. По Китаю в целом мы в этом направлении работаем, но учитывая то особое положение, которое есть у Гонконга, я думаю, что мы это сможем отдельно с вами обсудить. И хотел еще один такой вопрос задать. Существует ли сегодня, ну, для Америки существует Амазон. А есть ли такая площадка знаковая, маркет такой продвиженческий, который существует в Гонконге? Очень много было посвящено электронной коммерции. Есть ли вот такая знаковая площадка в Гонконге? Спасибо за вопрос. господин Варданян, я думаю, что в Гонконге самая большая платформа электронной коммерции в Гонконге это TV Mall в Гонконге. Это, скажем, домашний такой бизнес, местный бизнес. У нас есть связи с ними, контакты, поэтому любые российские инвесторы или поставщики товаров, которые хотели бы иметь доступ к рынку Гонконга через гонконгский TV Mall. Пожалуйста, сообщите нам, мы будем рады познакомить вас и связать вас. И также преимущество нахождения в Гонконге состоит в том, что у нас есть профессионалы, которые имеют опыт и знания в работе с платформами в материковом Китае, как Тима, Каубау, Таубау и так далее. Мы также можем связать вас с этими электронными платформами в материковом Китае в том числе. Спасибо большое, Джимми. У нас, я думаю, Леонид знает, у нас крайне активно работает комиссия по сотрудничеству с Китаем и профессионально, и активно. И я думаю, что вот эту систему коммуникации и взаимодействия мы выстроим, и она позволит сделать уже цельные программы, в том числе и бизнес-миссии. Мы готовы рассмотреть возможность организации, может быть, поначалу онлайн, а потом уже и офлайн бизнес-миссии московских компаний, сектора можно выделить, которые бы сначала пообщались бы с компаниями Гонконга, а потом и в случае наличия встречных интересов могли бы выехать в Гонконг и иметь соответствующие переговоры. Мы изначально это обсуждали, с Леонидом, но вот как тема, которую для вас хотели бы тоже озвучить, это вот тема, что мы готовы к организации вот такого уже более, я бы сказал, приземленного взаимодействия, предметного совершенно, ну, учитывая то, что Леонид озвучил, что это все только конкретика, он умеет это говорить, я увидел, что вы тоже спозиционировали Леонид Орлов по центру слайда, я понимаю, что мы это с ним скоро обсудим. Тот коллега задал в чате вопрос, касаемый возможностей получения информации, но я думаю, что это вот как раз, Игорь, это как раз вот возможности Инвест Гонконга, они на все вопросы ведения бизнеса готовы вам будут ответить. И тогда продолжим, я хочу передать слово Иванову Ивану, предпринимателю, который основал и управляет партнерской консалтинговой компанией, особенности ритейла и импорта продукции в Гонконг. Иван, вам слово. Да, благодарю, спасибо за приглашение, спасибо за приглашение, Леонид, Инвест Гонконг, thank you, Jimmy. Мы работаем с Инвест Гонконгом очень плотно и всегда на связи, они очень хорошо помогают с точки зрения нужных, скажем так, контактов для наших клиентов. Меня зовут Иван Иванов, я управляющий партнер консалтинговой компании Yuvicon в Гонконге. Я, наверное, буду здесь говорить от лица предпринимателя, который участвовал в проектах в Гонконге и в материковом Китае и с миллионными инвестициями по запуску производства электроники в Шенчжине и основывал свои компании в Гонконге, запускал и сейчас как раз занимаюсь тем, что вместе со своими партнерами помогаю компаниям из России и СНГ как раз развивать свой бизнес в Гонконге. Меня попросили рассказать про оффлайн и онлайн ритейл, так как у нас есть опыт вывода на гонконгский рынок как продовольственных товаров, например, минеральной воды, так и электроники импорта как со стороны России и стран Восточной Европы, так и со стороны Китая, когда производство находится в швежении, а продажи идут через Гонконг и в Гонконге в самом. Расскажу про основные особенности таможенное оформление, хранение логистику внутри Гонконга, сертификацию, рекламу, продвижение и такой небольшой обзор оффлайн и онлайн ритейла. Итак, как было сказано в докладах Леонида и докладах Джимми, Гонконг является территорией свободного порта, поэтому в Гонконге отсутствуют как таковые импортные пошлинные акцизы, за исключением акцизов на крепкие спиртные напитки, углеводородное масло, табак и метиловый спирт. Соответственно, при импорте товаров подается импортная декларация, стоит она совсем немного и обычно эта декларация подается агентом, который производит соответственно разгрузку товара с шиппинг-линии и доставку его на тот склад, который вы выбрали в Гонконге. Отдельный вопрос, если вы собираетесь что-то продавать в Гонконге, это вопрос хранения и логистики. Здесь нужно быть готовым к достаточно высоким ценам на складские услуги и на логистику внутри Гонконга, поскольку, как, наверное, все знают, Гонконг это один из самых дорогих городов по уровню оплаты труда, по транспортным расходам и также по ценам на недвижимость, в том числе на складскую недвижимость. То есть, если мы говорим об использовании так называемых third-party logistics, то есть компаний, агентов, у которых есть свои склады в Гонконге и которые осуществляют внутри полный цикл логистики, то нужно быть готовым к стоимости склада где-то примерно от 180 до 350 гонконгских долларов за кубометр в месяц. При этом практически все такие компании они берут соответственно плату за погрузку разгрузку и часто устанавливают минимальную плату за сервис, которую они берут например 10 тысяч гонконгских долларов. Также в Гонконге есть такая особенность которая касается наверное большинства контрактов начиная от контракта на мобильную связь заканчивая контрактами на аренду. То есть контракт минимум на один год. Если мы говорим например про аренду склада или про какие-то логистические услуги все компании очень любят коммитмент минимум на один год. Соответственно если вы в дальнейшем планируете отказываться от услуг данной компании и у вас в договоре прописан коммитмент один год будьте готовы к тому что вас попросят заплатить за оставшееся время. Что касается сертификации при импорте товаров в Гонконг здесь плюс в том что обычно не требуется никакой отдельной специальной сертификации товара это касается не только непродовольственных товаров но и продовольственных товаров подходит любая международная сертификация например соответствую европейским требованиям американским требованиям китайским требованиям но например что касается электротоваров нужно учитывать особенности вилки адаптера, то есть должна быть английская вилка, а для продовольственных товаров они должны быть определенным образом промаркированы, то есть есть специальная маркировка Nutrition Label, которую можно посмотреть на сайте Гонконгского департамента по безопасности пищевой продукции. Соответственно, эти наклейки, эти этикетки, они наклеиваются либо на заводе, либо уже в Гонконге при нахождении на складе. Теперь, если мы говорим о продаже каких-либо товаров в Гонконге, вне зависимости от того, что это продукты, или это какая-то электроника, или какие-то товары народного потребления, вам в любом случае понадобится реклама. Рекламный рынок в Гонконге достаточно специфический, и здесь работают такие, казалось бы, устаревшие каналы, как газеты и журналы. То есть, например, гонконгцы любят читать газеты, есть определенные газеты, например, как South China Morning Post, Гонконг Economic Times, как Apple Daily, которые действительно люди читают и выписывают. И когда мы, например, выводили на гонконгский рынок быстро заряжающиеся пауэрбанки или минеральную воду, то реклама вот в этих журналах и газетах она работала на удивление, даже иногда лучше, чем реклама в интернете, электронная реклама. Также работает достаточно хорошо реклама наружная, реклама на транспорте, реклама в метро. И отдельно хочу отметить такую историю, как благотворительность и спонсирование различных мероприятий. Гонконг на самом деле очень интересный город с точки зрения, например, религиозных организаций. То есть, поскольку это бывшая британская колония, здесь очень много католиков. И все эти католики, они стабильно, например, ходят в церковь по воскресеньям. И вот этот круг из церкви, который, например, он очень близкий, и они фактически как семья между собой взаимодействуют. В том числе выстраивают и какие-то деловые отношения, работают друг с другом и так далее. И если мы говорим о каком-то продвижении товаров, то спонсирование вот таких вот, например, религиозных организаций, организаций благотворительных, которые помогают кому-то, это достаточно хороший канал тоже для продвижения вашего товара. Вы, например, поставляете минеральную воду или какие-то продукты или еще что-то, и люди видят, что да, вот такая компания, она, например, спонсирует какое-то хорошее благотворительное мероприятие. Повышается узнаваемость. Ну и, безусловно, все, наверное, используют Facebook, Google AdWords и рекламу уже на каких-то e-commerce площадках. Когда нам задают вопрос про бюджет, какой же там минимальный бюджет, например, для вывода товаров в Гонконг, то здесь, наверное, стоит ориентироваться на сумму не меньше 10-15 тысяч долларов. Это минимальный бюджет в месяц. Лучше, чтобы он был больше, потому что реклама в Гонконге дорогая. Это касается любых каналов, блогеров, рекламы на e-commerce площадках, стоимости лидов на Facebook и так далее. Поэтому, если есть ощущение, что можно что-то, например, вывести без рекламы, то так не получится. Теперь, наверное, расскажу немножко про гонконгский офлайн ритейл. Его особенность такова, что здесь весь крупный ритейл, он поделен между такими крупными игроками. И есть, конечно же, много всяких маленьких локальных магазинчиков, маленьких сетей и так далее. Но вот есть два таких больших конгломерата. Это Watson и это Dairy Farm. То есть это конгломераты, они не только гонконгские, они глобальные, но родом из Гонконга, которым принадлежат все крупные сети. То есть это и 7-11, это и Watson, это и Marings, это и Welcome, Marketplace Fusion. То есть если вы идете по Гонконгу и видите в каких-то торговых центрах, в лучших местах, на оживленных перекрестках магазины, то это скорее всего сети, которые принадлежат этим двум большим конгломератам. Поэтому если, например, у вас получилось встать и заключить контракт с одним из этих конгломератов и они согласились вас поставить в их магазины, то считайте пол Гонконга у вас охвачено по покрытию. Конечно же это все очень достаточно непросто. и что еще более больно для предпринимателя долго. Например, чтобы поставить минеральную воду в один из этих конгломератов, это у нас заняло год. При том, что у нас шел достаточно активный разговор с закупщиками, у нас был хороший фидбэк от них, но это все достаточно медленно. И теперь немножко про онлайн ритейл. Как правильно сказал Джимми, то есть главный крупнейший marketplace в Гонконге это HKTV Mall. там продаются любые товары, как продовольственные, так и непродовольственные, но HKTV Mall имеет одну особенность. Он работает, эта площадка работает только с гонконгскими компаниями. То есть для того, чтобы открыть магазин на HKTV Mall вам нужно зарегистрировать компанию, открыть для нее счет и потом уже соответственно открыть магазин. Либо есть второй вариант работать уже с магазинами и с компаниями, у которых есть комп на HKTV Mall. У нас есть также опыт с HKTV Mall. Там есть свои особенности, ну, наверное, как на любом маркетплейсе. Но да, мы можем продавать также и там. Что касается вообще в принципе других платформ, есть заметные игроки, такие как Zetor, такие как Price и вот HKT, это крупнейший телекоммуникационный оператор, они запустили тоже площадку e-commerce, Club Shopping называется, которая тоже достаточно активно растет сейчас. Если мы говорим про какие-то собственные решения, то есть например собственные интернет-магазины, есть два решения, которые наиболее популярны, это Shopline и Shopify, прекрасно работают с гонконгскими компаниями, с гонконгскими банковскими счетами в том числе, из платежных решений локальная платежная платежная гейтвей это AsiaPay и международная это Stripe и PayPal, у которых тоже есть представительство в Гонконге и соответственно они прекрасно работают на территории Гонконга. Так, наверное, все, спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, наверное, можно задавать, опыт достаточно большой. Спасибо большое, Иван, спасибо, на самом деле это такая, я бы сказал, легкая отрезвляющая пилюлька, не все так просто, не все так красиво, все имеет свои ограничения или имеет свои обязательства, и это правильно, иначе было бы очень странно, что не зря есть поговорка, что бесплатный сыр только в мышеловке, за все в этой жизни тем или иным образом приходится расплачиваться, и понятно, что все те или иные облегчения предполагают выполнение тех или иных условий, поэтому вот то, что вы обозначили и по цене логистики, и по условиям присутствия на тех или иных площадках, это на самом деле тот факт, который, наверное, нашим коллегам нужно изначально учитывать, чтобы не получалось так, что мы вошли, а потом опа-на, вот тебе и оказалось, что оказывается не все так хорошо, и сразу начали говорить, ай-яй-яй, ой-ой-ой, нас тут обидели и все там прочее. Нет, надо изначально внимательно изучить, и вот то, что Леонид в самом начале ставил вопрос актуальная информация и аналитика, ну, наверное, это ключевой пункт в продвижении на любой рынок, и в данном случае тоже. И если InvestGround Home предоставляет эту информацию и дает возможность вам оценить это, вот я уже, как говорится, говорил, Игорь Чехмарев уже получил тут все необходимые лиды, это здорово, коллеги, если есть возможность получить комплексную информацию о возможности присутствия на рынке, воспользоваться, возможно, теми партнерами, вот как Иван, которые уже успели набить себе шишки и могут рекомендовать те или иные ходы правильные, это такая хорошая правильная история. Нельзя пренебрегать консалтингом, нельзя пренебрегать изучением рынка, всегда ведет к тяжелым последствиям, да, в данном случае могу только подчеркнуть это и подтвердить это, мы совершенно недавно имели по линии нашей комиссии по Китаю такую же историю, коллеги пошли радостно, радостно хлопая в ладоши, товар наш нужен и нам нужна, а в итоге мы долго и упорно помогали им решить те проблемы, которые на самом деле не коллеги им создали, куда они пришли, они сами себе создали, не понимая, к чему и как они идут. Вот это, наверное, такая базовая история, с которой бы я хотел, чтобы все одумались и задумались, к моему большому сожалению, пока что мы наблюдаем, что на российском рынке консалтинг не всегда воспринимается правильно, скорее он воспринимается как некая навязываемая история, и очень редко, особенно люди оценивают необходимость этого при выходе на внешний рынок, а это нужно, без понимания ментальности, без понимания условия, без наличия хотя бы на старте проводника, который вас в этот рынок ведет и объясняет, как на нем строится система функционирования, даже элементов жизни простой, поведения в обществе, без этого очень тяжело потом в этом стране, любой стране развивать и строить свой бизнес. Коллеги, если есть еще вопросы, мы с докладчиками с нашими со всеми завершили, может быть, кто-то из докладчиков хочет дать какие-то комментарии. Коллеги, вопрос это, я понял, все получили ответы. Ну, для меня на самом деле была масштабно исчерпывающая все презентации и Джимми, потому что он, в общем-то, не просто раскрыл новую реальность Гонконга, как он обозначил свою тему, он, с моей точки зрения, показал Гонконг и с экономической, и с такой, наверное, культурной, человеческой точки зрения, как можно жить. Я не знаю, мы всегда ставим себе задачу, когда мы делаем такие мероприятия, говорить еще и о культуре, и о ментальности людей, куда мы идем. Без понимания культуры ведения бизнеса, без понимания народа, это очень тяжело. Точно так же, как мы стараемся объяснять иностранным коллегам, которые приходят в Россию, ребята, давайте аккуратно, вы все-таки пришли в некий терем, как мы можем сказать по-русски, в некий дом, в котором уже все правила жизни и сосуществования выстроены. И эти правила нужно уважать, знать и соблюдать. Точно так же я хочу нашим коллегам, которые настроены на Гонконг, сказать, эти правила, которые сегодня работают и люди, по которым живут, надо знать, уважать и принимать. И не пытаться перестроить людей на себя, пытаться найти с ними общие позиции и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество. А может быть и не двустороннее. Может быть вы придете в неком синдикате совместно с каким-то проектом и дальше двинетесь на другие рынки посредством вашего партнера в Гонконге. Коллеги, если вопросов нету, тогда я хочу вопрос. Я ждал, я ждал. Буквально короткое, короткое такое вот впоследствии того, о чем вы говорили про социокультурный аспект, он действительно очень важен, потому что да, мы занимаемся бизнесом, но мы все люди, нам надо как-то комфортно существовать, комфортно жить для себя. Опять-таки важное было замечание по поводу качества жизни, качества среды. Вот я сейчас обращаюсь именно к соотечественникам, потому что мы люди все в принципе более-менее одной ментальности. Вообще людям европейской ментальности в Китае зачастую приходится непросто. И обычно те из нас, кто переезжает в Китай, мы либо принимаем всей душой эту реальность, либо она встает нам поперек горла, и нам очень трудно, мы начинаем критически к этому относиться. Обычно фифти-фифти. Вот Гонконг в этом отношении очень спокойное место в качестве того, что это, пожалуй, самый космополитичный город в Китае. То есть здесь нету этих резких контрастов того, что это абсолютно другая цивилизация. Там гораздо проще адаптироваться и самому, и семейству, даже если ты не являешься таким, как бы, сказать, завзятым китаистом, или там человеком, который искренне впитывает в себя эту китайскую культуру. То есть возможно остаться, возможно сохранить свою самость и в то же время успешно продвинуть свои бизнес-идеи, бизнес-проекты. Я считал, что... Я, наверное, подтвержу это как человек, уже пять лет живущий в Гонконге. Безусловно, это, наверное, одно из лучших мест в мире для бизнеса и для жизни. И что касается адаптации, пожив год в материковом Китае и потом переехав в Гонконг, я почувствовал эту разницу. То есть комьюнити экспатов в Гонконге и отношение к экспатам, отношение к иностранцам, оно кардинально отличается от материкового Китая. Поэтому... Ну и в Гонконге есть, например, тот же русский клуб в Гонконге, который объединяет наших соотечественников, помогаем как-то друг другу и так далее. Поэтому, да, безусловно, есть свои особенности и в ведении бизнеса и так далее, но могу сказать, что Гонконг одно из самых привлекательных мест. Тут вот в чате я вижу вопрос про главный вопрос коллега про открытие счетов для компаний и учредителей, учредителями которых являются граждане НРФ Казахстана. Значит, скажу так, сложности есть, но сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки, в которой она находилась, например, еще там 4-5 лет назад, когда я только приехал в Гонконг и мы с огромным трудом просто открыли счет при помощи различных контактов и так далее. Сейчас я знаю лично примеры компаний, в том числе с российскими учредителями, не живущими в Гонконге, которые открывают счета, в том числе в HSBC. Здесь главный вопрос это чем компания занимается и как вы объясните банку, зачем вам счет в Гонконге, есть ли у вас партнеры в Гонконге, зачем вы собираетесь собственно, как вы собираетесь свою компанию в Гонконге использовать. То есть если у вас есть четкие ответы на эти вопросы, например, у вас какая-то инновационная компания или компания с понятной бизнес-моделью, то счет, скорее всего, откроют. Ну и, безусловно, имеет большое значение структура компании. То есть если у вас компания, в которой, не знаю, там сидят 10 офшоров и непонятные бенефицары, то можно забыть об открытии счета в Гонконге. Если у вас компания с понятной структурой, где там учредителями являются, например, физлица или юрлицо, которое легко, скажем так, проверяется по всем международным базам и вы даете информацию о конечных бенефицарах и у вас понятная бизнес-модель, то счет вам откроют. От себя добавлю, пользуясь случаем, передаю приветку Анышу в Алмаке. Действительно, ситуация гораздо лучше, чем она была летом 2015 года, когда мы с вами сидели на Кворе Бэй в ПАБе и обсуждали этот вопрос. Ну вот, опять с самого начала, опять ПАБ, опять, ну что же... Куда же без этого? Ну, я, наверное, добавлю, мы сегодня, понимая те процессы, которые происходят в мире с точки зрения частоты ведения бизнеса, частоты компаний, но это не позвучит как реклама, я скажу просто, мы открыли в палате специально центр по комплайнс-консультированию для тех малых-средних компаний, в первую очередь, которые идут на внешний рынок, для того, чтобы им пояснять и показывать, как должны быть выстроены их процедуры, чтобы у них не возникало тех вопросов, о которых сказал Иван, для того, чтобы внедрять те практики, которые позволяли бы им при вопросе банка или при вопросе партнера, а кто ты есть и как у тебя внутри все выстроено, спокойно, совершенно спокойно и уверенно показывать, насколько чиста и прозрачна компания с точки зрения ведения бизнеса. Мы считаем это важным, хотя бы в силу того, что не упрекая какую-то компанию в той или иной нечистоплотности, а говоря о том, что многие необходимые процедуры, они просто не прописаны, они просто не приняты в прописании. И сейчас мы начинаем их образовывать, вводить и показывать, что это вот так, ребята. Это не какие-то отдельно выстроенные припоны, это практика, которая сегодня работает. Если эта практика сегодня работает, то эту практику надо знать и использовать. Поэтому если вопросов больше нет, Леонид, вам сказали спасибо за пап. поддержали вас в чате. Видимо, там было вкусно и весело. На самом деле человеческое общение это важный фактор. И в данном случае, если вы общаясь с людьми, ломаете грань вот такого как бы стенки между собой, и это выстраивается уже отношение определенного доверия, многие вопросы решаются быстрее. И, наверное, я думаю, что это немаловажно и посидеть в пабе, и почитать, как говорится, книжку. Главное, чтобы найти те точки, с которыми вы с человеком говорите, и говорите на понятном ему языке. И главное, чтобы, работая с этим человеком, или создавая проект с этим человеком, он был интересен не только вам, он был интересен ему. Вопрос всегда в общем созидании. Я повторял и буду повторять. Когда люди созидают что-то вместе, им некогда заниматься разборками, как это принято. Они созидают. Поэтому давайте я хочу всем сказать спасибо. Спасибо Джиме за то, что он выступил. Спасибо Леониду с Иваном за их выступление и комментарии, и ответы на вопросы. Коллеги, у кого какие вопросы остались, можно присылать. Данные все были известны. Если не успели зафиксировать данные коллег, то можно присылать нам. Мы их с большим удовольствием передадим. И презентации естественно всем, кто захочет и запросит, они будут нами переданы для того, чтобы вы могли с ними более глубоко ознакомиться. Еще раз всем большое спасибо. Леонид, у нас с вами те самые обозначенные вопросы по бизнес-миссиям и по соответствующей такой вот политике работы технопарков. Я думаю, что мы к ним вернемся и сделаем. И я надеюсь, что это принесет всем большой-большой эффект. Вот уже начали писать, кто хочет презентацию. Спасибо. Пишите, коллеги. Я думаю, что сегодня же организаторы все и перешлю. Всем большое спасибо. 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 У кого день, у кого утро, у кого вечер. Всем здоровья и успехов. Спасибо. 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 Спасибо, everybody. Bye-bye.